Арсений Кисляков – отличный сын, гордость родителей, студент Уральского государственного медицинского университета, медбрат 354-го окружного военного клинического госпиталя Центрального военного округа Министерства обороны, патриот своей страны, несколько раз ездил добровольцем в качестве медика в зону специальной военной операции. Каждый, кто находится в спецоперации, он однажды принимает решение, что он уже не может остаться. И таких нас много. И когда уже здесь оставаться не получается, отправляются туда. В каких условиях приходится работать? В разных. И в мирных относительно, и в тяжелых, и в критических. Но каждый, кто прошел такую школу подготовки, как была у нас, свою работу выполняет успешно и на хорошем уровне. В начале октября президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил Арсения Кислякова медалью Луки Крымского. Она награждается и вручается тем, кто самоотверженностью и с высоким профессионализмом выполняет лечение пациентов в сложных условиях спасения жизни и сохранения здоровья. И все бы ничего, если бы мы не знали, что проходит специальная военная операция, и что в процессе своей учебы, совмещенной с работой, Арсений Степанович принял решение практически с самого начала специальной военной операции поехать туда. И сначала первый раз это в рамках гуманитарного конвоя, второй раз добровольно в Луганской народной республике, третий раз принял решение ехать. К сожалению, так бывает, на войне получил ранение, был контужен. Сегодня рядом с молодым доктором мама, известный в городе врач-кардиолог Любовь Кислякова. Я, в общем-то, хочу сказать всем мамам, чтобы они не теряли самообладание, чтобы ждали своих ребят. Сегодня глава города говорит семье Кисляковых слова благодарности за активную гражданскую позицию, самоотверженность и профессионализм, проявленные при оказании медицинской помощи в зоне СВО. Любовь Владимировне за примерное и патриотическое воспитание сына. Сегодня Арсений уже на пятом курсе медицинского университета в планах ординатура, получения узкой специальности, анестезиолог-ревматолог и организация здравоохранения. Опыт большой, и этот опыт еще требует своего осознания, описания своих научных работ, обобщения, классификации. Вот этот опыт, с которым еще нужно будет работать. Это не просто опыт одного человека или группы людей, это опыт, который нужно принять, осознать и, естественно, научно его классифицировать, чем мы будем заниматься в ближайшее время с группой коллег. Арсений Кисляков передает в дар администрации города свой оберег. Вот у меня машина эвакуации уже во второй, первая у меня сгорела. Вот, висел флаг, вот я хочу его администрации Полевского передать, сфотографироваться с Константином Сергеевичем, если вы не будете против. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, новости 11-го канала.